Здравствуйте, уважаемые представители знака Зодиака Овен. Общий астрологический прогноз на май 2022 года. Составлять его было довольно-таки трудно. Мягко говоря, во-первых, потому что май начинается в самом конце апреля. И, собственно говоря, 29-30 апреля — это те дни, которые определят май. Я на самом деле даже смысла не видела делать гороскоп на май, не дождавшись 30 апреля. Но так как вам нужно это знать, я записываю данный прогноз 18 апреля. Прошу вас, пожалуйста, учитывайте это. Два. Учитывайте то, что вы живете в разных странах, в разных государствах. То есть учитывайте геополитическую ситуацию. У кого-то сейчас мир, у кого-то сейчас война, у кого-то перемирие, у кого-то вообще непонятно что. Это прогноз для личностей, не для стран, не для государств. Поэтому, пожалуйста, учтите, что ваша личная жизнь продолжается. Однако на нее, конечно же, влияет политика. 30 апреля. События, определяющие большой промежуток времени в вашей жизни и влияющие на самом деле еще на 23-й год. Солнечное затмение в вашем втором доме — это денежный дом. Солнце — это приход энергии в жизнь. Во второй дом, когда приходит солнечное затмение, это о заработках, о ваших личных средствах. Также о самооценке. В равной степени деньги и самооценка. Чем больше вы любите себя, чем больше вы цените себя, тем больше вы зарабатываете. Работать на себя — это оптимально для всех представителей знака зодиака ОВИН. И в этом случае будут самые большие доходы. Посмотрите еще раз мой прогноз на апрель, чтобы не повторяться. Деньги — это ваша самооценка. Деньги равно самооценка. Венера в вашем первом доме 2 мая. Здесь очень важный транзит для вас. До 28 мая, пока Венера в вашем первом доме, вы можете осуществлять какие-то мечты в плане красоты и тела. Также Венера — это и деньги, снова деньги. То есть вы равно деньги. Самооценка равно деньги. Ваша красота равно деньги. Где бы вы сейчас ни работали, как бы вы ни зарабатывали, вы явно можете повысить свой доход через свою внешность, через свою личность и через самооценку. Буду сегодня очень много говорить о вашей самооценке. Меркурий становится ретроградным в вашем третьем доме. Если вам для повышения самооценки нужно повысить квалификацию, доучиться, переучиться, пересдать экзамены, получить в той же сфере новую степень, попробовать еще раз добиться какой-то высоты в образовании, пробуйте. Это можно делать на ретро-Меркурии, хотя в принципе ретро-Меркурии не очень-то хорош для учебы, но чтобы переучиваться, доучиваться, пересдавать экзамены. Очень хороший период с 4 мая по 23 мая. Далее Меркурий также будет ретроградным в мае, но уже в другом знаке зодиака, в знаке зодиака телец. Близнецы — знак учебы, поэтому переучивайтесь, доучивайтесь, пересдавайте экзамены с 4 по 23 мая. А после 23 числа опять деньги, тема денег и опять самооценка. Если у вас не получится повысить самооценку по какой-то причине первые 2 декады мая, то 3 декада вам даст еще одну попытку. Вам вселенная просто будет как нерадивому ученику, как двоечнику, второгоднику все время требовать пересдать экзамен на самооценку. Здесь буквально чем больше ваша самооценка, тем больше ваша зарплата. Поэтому вы будете сдавать этот экзамен на самооценку вновь и вновь. Это просто карма, и карма от вас не отстанет. Овны карма будет в мае как овен, знаете, который я все равно пробью лбом эту стену. Вот ваша карма будет как ваш знак зодиака, как овен, а вы будете как стена. Пока вы не пробьете свой потолок самооценки, карма от вас не отстанет. Вам очень важно развивать свою личность. И возврат денег, возможно, 3 декады мая. В целом Меркурий ретрограден до 3 июня. То есть мы еще захватываем 3 дня июня. Там он развернется в 26 градусе Тельца. Поэтому тема денег будет продолжаться в июне. Главная тема мая — это именно самооценка. Но и деньги тоже. И любовь к себе. Любовь к себе будет проявляться через то, что вы будете хорошеть, расцветать, богатеть. В вашем знаке зодиака планета богатства. Это планета Юпитер. 11 мая Юпитер в вашем знаке зодиака. Юпитер дает расширение, в том числе тело. Вопросы красоты, вопросы телесности, скорее всего, будут связаны с формой для вас. То есть если вы странеете, то вы странеете не по принципу Сатурна, йог, аскет, высохший скелетик, а по принципу Юпитера. То есть где-то вы убавляете, а куда-то перегоняете свои формы. То есть, грубо говоря, вы, например, делаете фигуру песочные часы. То есть вы убираете из стали, но опускаете в бедра. То есть вы поднимаете одни части тела, добавляете одни части тела и убираете другие. То есть вы стремитесь к форме. Думаю, конечно, для девушек это идеал в песочные часы. Для мужчин это бицепсы. Юпитер в первом доме, это, конечно же, раскачка себя. Но Юпитер, конечно, он у нас хатей, он у нас гуру, он ганеша. Это животик. Может быть, вы замечали, что богатые мужчины, особенно быстро разбогатевшие мужчины, имеют животик. Это манипура, это солнечное сплетение, увеличена. Когда пухлый кошелек, у мужчин припухлый живот. Также по Юпитеру в первом доме, если мы говорим о женщинах, идет беременность. То же самое, живот, увеличение. Это очень вообще важный месяц для вас, решающий. Но я не могу выделить какой-то один день. Вот буквально весь месяц про самооценку, про ваше тело, про вашу личность, про вашу красоту. Здесь кто-то может быть, если вы беременны, например, вы проводите йогу. Йога для беременных. То есть вы сами беременны, йога для беременных. То есть здесь может быть связь тела и самореализация. То есть вы реализуетесь в профессии и показываете свое тело. Вы реализуетесь в социуме и показываете свою личность. И эта тема долгая. Юпитер, в вашем знаке зодиака, с 11 мая по 28 июля в прямом движении. Затем он разворачивается в ретро-движение. То есть как минимум у вас тема тела, красоты тела с середины мая до конца июля. Поэтому, пожалуйста, здесь все, что вы хотите, украшения из себя. Кто-то, может быть, будет делать операции на теле. Операции именно красоты. Но май для этого не подходит. По ретро-меркурию не делайте операции. С 4 мая по 3 июня не делаются операции на теле. Не делаются операции, в том числе, связанные со всеми парными органами в организме. Поэтому почки, так же почки, так же идут по Венере, мочеполовая система. Почки тоже лучше не трогать. Вот эту всю Венера-меркурию темы можно очень долго перечислять. Просто почки как пример. Вообще почки это по знаку зодиака весы. А весы это ваш седьмой дом. Это противоположный вам дом. Поэтому точно вам вот почки, кто услышал меня, сейчас тот услышал, наверное. Не трогайте. Марс в вашем первом доме в этом месяце. Да, он, конечно, с 25 мая уже. Но тут у нас еще, напоминаю, ретро-меркурий. Поэтому, несмотря на то, что Марс в первом доме, и кажется, вы будете что-то хотеть в себе поменять при помощи, возможно, хирургической операции. Но еще раз напоминаю, подождите, май неподходящий месяц. Май подходит для спорта. То есть Марс в вашем первом доме нужно реализовывать не как инструмент колюще-режущий. Марс это колюще-режущий инструмент, а как спортивные мероприятия. Потому что Марс это не только воин с мечом, это не только хирург со скальпелем, это, конечно же, спортсмен, атлет. В этом месяце у нас еще одно сверхважное событие. 16 мая лунное затмение. То есть мы в коридоре затмений. С 30 апреля по 16 мая коридор затмений. Это решающий период, судьбоносный период, когда вы мало можете влиять на свою жизнь. Мало, но все-таки можете, однако очень мало. Лунное затмение. Это самый опасный день для оперативного вмешательства в тело. Исключите любое вмешательство в тело в этом месяце, особенно в середине лунного затмения. Тем более в вашем восьмом доме это дом операций. Поэтому оперативные вмешательства в тело исключены, если только это не срочное что-то. По восьмому дому, да, проходят хирургические операции. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Также восьмой дом это очень широкий, большой и кризисный дом. Сейчас я перечислю максимум потенциала возможного на лунное затмение для вас. Напоминаю вам, что лунное затмение, в отличие от солнечного, двояка. Если солнечное затмение 30 апреля что-то только дает, привносит, прибавляет, много бум энергии, то лунное затмение, оно может и отнять, если у вас чрезмерно. Но если пусто, то станет густо. Смотрите, восьмой дом это дом чужих денег. Если у вашего мужа сейчас нет зарплаты, то появится. Но если у вашего мужа большая зарплата, то, скорее всего, вы будете опустошать его кошелек, как минимум наполовину. Ну, как пример. Для мужчин восьмой дом это тоже деньги жены. То есть это деньги супруга супруги. Поэтому не только женщины, но и мужчины. Например, ваша женщина не могла найти работу, здесь найдет, у нее появится доход. Возможно, вы сможете собрать на что-то. Например, у вас была какая-то мечта совместная, но вы не могли, потому что была только ваша зарплата. А теперь у жены зарплата, и вы вот по половинке сложили, получилось 100%, чтобы что-то приобрести. Вообще, восьмой дом это про инвестиции, про вклады, про совместное имущество, про совместные капиталы. Также по лунному затмению у вас могут решиться вопросы пенсии. Если вы в пенсионном возрасте, у меня в основном аудитория взрослая, 45+, поэтому, думаю, для многих из вас это актуально будет. Пенсии, субсидии, льготы, страховки, в том числе жизни. Вот эти все. Ипотеки, если вы в этих темах. Кредиты. Здесь все это. Выплаты в связи с какими-то кризисными ситуациями, которые вы переживали. Если вы молодой овен, молодой, сексуальный, горячий, то, может быть, у вас восьмой дом проиграется как сексуальные взаимоотношения. Интимная связь идет по восьмому дому. Если вы были одиноки, вы находите партнера. У кого-то первая брачная ночь. У кого-то, если вы очень молодой овен, возможно, вообще первый интимный контакт. Если вы слушаете сейчас о возрасте, то это у вашего ребенка, возможно, поэтому обязательно давайте детям в своем просвещении, чтобы они понимали, в какую жизнь они вступают. В смысле, в какую, в половую, да. Объясните им, чтобы не было беды. Также восьмой дом – это искусственное оплодотворение. Вот здесь можно проиграться в позитивном ключе Марс. Да, то есть Марс как иголка, как инъекция. Может и так. Может быть, кто-то здесь делает какую-то вакцинацию. Да, но я опять-таки напоминаю, что лунное затмение двоякое. Абсолютно непонятно, чем вам это вылезет. Лунное затмение – это как ванна, я всегда говорю. Это как будто бы тазик или овраг. Если в овраге было пусто, то лунное затмение наполнит его водой. Если же овраг был наполнен водой, то переполнит и будет наводнение. Это относительно всех перечисленных мной сфер жизни. Если не было сексуальных взаимоотношений, то жизнь станет наполненной в плане сексуальной интимной связи. Если же был перебор, то здесь вплоть до того, что вообще уже какие-то болезни, может быть, даже на фоне чрезмерности. То есть здесь здоровье может даже проиграться, что вообще уже дальше некуда. Тем более, что у нас и Марс в первом доме, и Меркурий ретоградный в вашем втором доме, Венера в первом доме. То есть может говорить о том, что вы уж слишком стремитесь к каким-то плотским утехам. Юпитер ведь тоже – это гедонист, и вот он в вашем основе зодиака с 11 мая. По Юпитеру, конечно, идет переедание, то есть по Венере с Марсом идет переизбыток сексуальных отношений, по Юпитеру идет переедание, перепивание, перенасыщение жизнью. Вообще такое вот вахханалия такая намечается у вас, конечно, в мае, я вам скажу. Майская ночь такая какая-то у вас дикая какая-то, даже с привкусом какого-то ведьмовства. Потому что восьмой дом – это также дом магии. Поэтому если вы сейчас в теме магии, колдовства, ведьмовства, то 16 мая – вот такой какой-то шабаш. И приворот, и отворот здесь может быть кому что надо. Кто-то мучается делать привороты, а кто-то не может никак отвязаться от сексуальной привязки к партнеру. Это на самом деле страшная вещь, когда вы понимаете, что этот человек вам не подходит. Вот он и не зарабатывает, и курит, пьет, и гуляет, а у вас вот чисто привязка по первой чакре, как будто заколдовали вас, и вы не знаете, что с этим делать. Это, конечно, беда. Но в таком случае, конечно, вы идете к ведьме и говорите, ну, отсушите меня от него. Отсоедините этот толстый канат от меня наконец-то, чтобы я спокойно жила. То есть возможно такое. Будет также в этом месяце у вас и Венера во втором доме, да, то есть я вам говорила, что это 28-го. 28-го Венера во втором доме, но это опять про деньги. И опять про самооценку. Ну вот, я не знаю, в десятый раз повторять, в сотый уже, наверное, в миллион на пятьсотый. Наверное, не буду. То есть все зависит от вашей самооценки, и даже можете даже ни о чем не думать. Вообще забудьте обо всем, думайте только о повышении своей самооценки. Тогда у вас повысятся и деньги, и знания, и любовь, и секс, все придет в вашу жизнь. Что вам нужно, и пенсия придет, если вы пенсию ждете. Самооценка, да, то есть пришел, потребовал, я имею право. Может быть, вам не додаю зарплату, может быть, вашему мужу не доплачивают. Может быть, вам, посчитали, он пенсию вынимает. Я не знаю, что еще тут сказать, да. Но это я утрированно говорю, потому что, понятное дело, сейчас уже карты электронные, все понятное дело. Современный мир. Но, не знаю, вы в разных ситуациях живете. Может быть, какой-то почтальон Печкин действительно, да, там где-то не докручивает что-то, или перекручивает. Проверяйте все. Новолуние в этом месяце у нас еще. То есть, видите, какой насыщенный месяц. Еще и новолуние в третьем доме. Ну, третий дом вообще у вас включается еще 21 мая, потому что Солнце в Близнецы с 21 мая попадает под эту энергию новолуния, собственно говоря, уже период третьей декады. Но все-таки 30 мая, вот уже конец. То есть, по сути, новолуние уже про июнь, естественно. Можно было бы и не заикаться о нем. Однако я заикнусь, потому что Меркурий, потому что Меркурий ретроградный, и он в Близнецах. Меркурий управляет Близнецами. Еще раз, никаких по возможности операций, в том числе денежных, не проводите в месяце мая. Для этого более подходит июнь уже после 30-го, еще лучше после 3-го, когда Меркурий станет директным. То есть, с 30-го мая низкий старт. Вот вы хотите что-то сделать, кредит взять или документы оформить, то 30-го мая низкий старт, но действовать начинаете только после 3-го июня. Моя рекомендация, однако напоминает, что это общий прогноз. Пожалуйста, учитывайте, что вы живете в разных странах. Иногда мне пишут с какой-то страны название, которое я даже не знаю, я первый раз ее слышу. Поэтому, пожалуйста, учитывайте, что я делаю прогноз для всего мира. На первой гифке вы видите ход солнечного затмения, которое будет 30-го апреля. А на втором снимке 3-д вы видите уже, где будет видно лунное затмение, которое 16-го мая. Выживайте по всему земному шарику. Я постаралась передать и солнечное затмение, где будет видно. Вы здесь видите, тень идет. И где будет лунное затмение. На этом рисунке тень обозначена просто темно-розовым. Учитывайте то, что там, где видно затмение и солнца, и луны, там оно отыгрывается больше. То есть, если вы живете в тех регионах, которые будут окрашены затмениями, вы больше будете чувствовать эти темы. Темы денег, самооценки, секса, магии. И, в принципе, тема кризиса, перерождения, выхода на новый уровень. Конечно, 8-й дом – это дом войны, военных действий. Прогорание, перегорание, вулканов. Дом страстей, страшных и страшных и страстных. Вот я делаю эти прогнозы в страстную седмицу. Да, вот для вас это прям вообще актуально. Я думаю, что я правильно делаю, что все-таки их делаю. Хотя, еще раз вспоминаю вам, вообще судьба мира будет решаться 30 апреля. А я делаю в понедельник 18-го. Записываю этот прогноз. Учитывайте, пожалуйста, что все меняется каждую минуту. Мы меняемся каждую минуту. И вообще, дай Бог нам, чтобы эта минута в нашей жизни была. Не думайте о мгновениях свысока, потому что я даже не знаю, опубликую ли я этот гороскоп. Но если я его таки опубликую, то вот таки поздравьте меня. Я вас поздравляю. Жизнь продолжается. Весна, победа, счастье, радость, любовь. И ваше личное цветение, с чем я вас поздравляю. Будьте счастливы. Всего доброго.